В Туве ограничат продажу алкогольной продукции. Сегодня депутаты парламента обсудили вопрос сокращения времени отпуска. Так, жители республики смогут приобрести спиртосодержащую продукцию не с 11 до 19, а с 11 до 15 часов. Возник вопрос и о деятельности ресторанов и кафе, где продажа спиртосодержащей продукции не ограничена временными рамками. В данный момент перед депутатами стоит задача по доработке законопроекта и убрать дублирующие моменты регионального законодательства с федеральным. У нас органы в государственной власти в области розничной продукции не просто осуществление лицензионного контроля, то есть наличие лицензии теперь проверяют, но в общем в полномочиях необходимо предписать, что это государственный региональный контроль надзор в области розничной продажи алкогольной спиртосодержащей продукции. То есть полномочия расширяются. Также по данным Министерства экономики, то увы, введение дополнительного ограничения по времени продажи алкогольной продукции не повлечет дополнительных материальных потерь, как для предпринимателей, так и экономики региона в целом. Экономики дало свое положительное согласие, то есть были проведены серьезные расчеты. В целом для экономики и для нашего общества этот закон, он очень необходим. Те ограничения, которые существуют дополнительно, которые противоречат федеральным законодательством, безусловно их надо убрать, но полномочия по времени, то что мы с 15 часов до 11 часов следующего дня можем ограничить, это полномочия абсолютной республики, то есть региона, субъекта. Кроме того, будут приняты и дополнительные меры в сфере контроля нелицензированной алкогольной продукции или так называемого суррогата. Новый законопроект республики планируется принять до конца текущего года. Правительство России приняло решение о переносе ряда выходных дней в 2018 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров. Зимние каникулы для россиян начнутся 30 декабря 2017 года и закончатся 8 января 2018. Далее будет трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, который придется на День защитника Отечества. На Международный женский день будет четыре выходных с 8 по 11 марта. Еще на четыре дня можно рассчитывать на 1 май. С 29 апреля по 2 мая будет возможность отпраздновать День весны и труда. 9 мая отметить День победы. Еще три дня с 10 по 12 июня придется на празднование Дня России. На День народного единства можно будет отдохнуть три дня с 3 по 5 ноября. Музыка. Музыка.